Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам очередные покупки. Здесь будет и сайт Wildberries, и FixPrice, и Ariflame. Ну и по-моему все. Давайте начнем. Покупки интересные. Давайте выберем сначала Wildberries. Самая удачная, как я считаю, моя покупка, это кофе Мехмета Финди. Такой мы покупали в Турции. Есть расфасовка как 250 грамм, так и 500 грамм. Я выбрала вот такой 500 грамм. Очень понравилось мне это кофе, привезенное из Турции. Оно, знаете, такое молтое в растворимом. Можно заваривать как в торке, так и в чашке. Я в чашке. И стоимость этого кофе 664 рубля. Все ссылочки, которые я вам оставлю, будут находиться в первом закрепленном комментарии. Многие не видят. Вот, пожалуйста, кому интересно, смотрите туда. И я считаю, что вот эта цена за 500 грамм гораздо выгоднее, чем наш кофе, который продается в пятерочке. И кофе на самом деле гораздо вкуснее. Все, кто не пробовал, настоятельно рекомендую попробовать этот вкуснейший турецкий кофе. Я надеюсь, вам понравится. И также из съедобного, значит, на Валберес больше нету. Давайте покажу косметические покупки. Очередная маска для лица. Золотая. Очень мне понравилось. Выглядит как в раскрытом виде. Сейчас покажу. 397 рублей. Так, сколько здесь объем? Что-то я не очень вижу. Давайте я вам покажу и открою. Очень интересная масочка. Я тут недавно вот прям скупала много масок и не могла остановиться. Сейчас у меня как-то прошло, но уже на другой переклинило. Посмотрите, какая красота. Как знаете, похоже на ДНК человека. Вот такая золотая масочка. Красивое такое оформление. Ладно, открывать я вам не буду тогда. И в подарок мне еще дали вот такую попробовать. Какую-то сыворотку, что ли. Что это такое? Давайте посмотрю. А, ночная маска с ретинолом. У меня, в принципе, такая уже есть. Потому что у этого продавца я заказываю не первый раз, уже второй раз. В общем, вот такую масочку еще заказала. Мне кажется, она симпатичненькая. Но на самом деле надо останавливаться уже с масками. Хватит мне их приобретать. Я успокоилась уже. Следующая покупка. Теперь у меня, знаете, я у Светланы, канал Светочки, Светлана 1983, подглядела два чудесных крема для рук от производителя Эвелин. Мне очень сразу захотелось. Вот я говорю о таких кремиках. У нее, по-моему, один был куплен, но я купила два. С розовыми мерцающими частицами и с голубыми. Это увлажняющие питательные кремы для рук. Прекрасное такое оформление. Я никак не могла устоять. Она покупала в подружке. Но я нашла такие на Валберис по цене 142 рубля. Здесь 50 мл. В общем, и срок годности хочу еще показать. В принципе, тут август 24 года и декабрь. Ну, в общем-то, в принципе, нормальное еще время есть. Положу пока в свою коллекцию. Вот. Будут у меня теперь такие два кремика. Но на этих кремах я не остановилась. Остановилась, начала смотреть все, что там было в Эвелин. Зашла к этому производителю. В общем, в результате купила еще, конечно же, кремы для рук. У него чудесные. Мне захотелось еще других. Вот это с малиной. Серия такая. I love wagon food. 142 рубля. Здесь срок годности ноябрь 24 года. И тоже 50 мл. Интересно так оформлено, как корейские кремы. Для рук тоже такие. Вот эти крышечки обычно. Но такие стоят не очень хорошо. Вот, кстати, зелененький крем, который следующий я вам покажу, стоил немножко дороже. 167 рублей. Не знаю, почему. Это авокадо гибискус. Пока тоже открывать не буду. Но здесь 25 срок годности. 25-й год. Январь 25-го. Вот, может быть, из-за срока годности он немножко дороже. Не знаю. И третий вот такой. Приблизим манго. С чем-то еще. Так. Этот 142 тоже. Тут попутал цену. 142 рубля. Тут февраль 25-го. Значит, не из-за срока годности просто. Может быть, другой продавец. Но мне они пришли все в один день. И последний крем для рук. Но это уже скорее крем-сыворотка для рук и ногтей. Тоже от Эвелин. Вот. С облепихой мне что-то ее тоже захотелось. Здесь уже 75 мл. Цена 136 рублей. И срок годности декабря 24-го года. Вот такие кремушки я себе купила. У меня, конечно, большая коллекция. Но Эвелин мне очень понравилась. Сейчас у меня в использовании крем-маска для рук. Тоже шикарно пахнет. Шикарное качество. Поэтому я вот не смогла пройти мимо. Покупила вот эти новинки для меня. Давайте покажем теперь. Крем еще вот я купила, знаете, сыну. Называется Микосан. Он заявлен от грибка ногтей. Но я ему купила не для этого. А там еще он для разных других. Случаев для профилактики. Я купила ему для предотвращения врастания ногтей. Вот. И от инфекции. Видите, тут написано. В общем, почитала. Хорошая такая была, как бы, характеристика. Такой вот состав. Давайте вам покажу. Все тут натуральное такое. Ну, посмотрим. Отнесу ему. У нас он, как вот в армии служил. У него началось это врастание на ноге. Ну, большой палец. Ноготь на большой ноге врастает. Ну, сейчас, конечно, не так, как раньше. Ну, поменьше. Так, давайте следующие покупки. Покажу теперь Арифлейм. Купила вот такой крем. Это для рук и тела. С ароматом молоко и мед. Но здесь какой-то другой. По-моему, тут с розой, что ли. Да, по-моему, с розовым ароматом. Вот. 269 рублей. Мне обошелся 250 миллилитров. Мне сделали небольшую скидочку в 10%. Ну, тут у нас на работе коллега делает мне скидки. И вот такой же мыльце я взяла. Милка Хани тоже. Голд эта серия. Тоже с ароматом розы. 107 рублей она мне его сделала. Так, покажу. Давайте откроем. Какое мыльце. Мне почему-то тоже захотелось. Оно не новинка. Вот такой вот здесь штамп. Красивый. И выглядит вот так. Как лепесточки. Такие цветочные. Очень интересные. Пахнет приятно. Медом не пахнет. Но вот. Ну, хотя вот роза с медом, да. Что-то такое. Есть чудесный аромат. Мне очень понравилось. Поэтому вот пока тоже в коллекцию положу. Так, немножко подвинемся. Следующая покупка. По 80 рублей купила. Два кусочка мыла. Вот такое тоже Арифлейм. Это с экстрактом огурца и с чайным деревом. А, зеленый чай, вернее. Наврала зеленый чай и огурец. И следующее было. Второе такое продавалось. С органическим кокосом. Кокосовой водой и дыней. Вот. Открывать не буду. Потому что не планирую в ближайшее время использовать. В следующем каталоге я куплю такое, что-то там с абрикосом. Тоже из этой же серии. Мне захотелось тоже купить. И вот последняя маска для лица с лавандовым маслом. С маслом лаванды и провитамином В5. 125 рублей. 50 миллилитров. Здесь срок годности тоже очень хороший. Вот. До 25 года. В общем, набрала я масок. Надо останавливаться. Что-то меня вот понесло на эти маски. Наверное, актуально сейчас. Ну и давайте осталось мне только вам показать один фикс прайс. И магазин ярче. Давайте начнем с ярче. Тут всего чуть-чуть. Продуктовые я, конечно, покупала. Много всего там покупки были. Не буду показывать. Покажу косметические. Вот два мыльца купила Факс. С розой и пионом. Вот. Большие. Это я, в принципе, мужу положу. Но не совсем прям сразу. 125 грамм. Они стоили по 44 рубля. В магазине ярче. Новая. Ну, новинка написана. Почему-то я думала, что это делает Турция. Но нет. Написано, сделано в Малайзии. Ну, ничего. Пахнет очень даже приятно. И еще я в ярче взяла пятновыводитель. Отбеливатель. Вот такого производителя. Дуаре. 68 рублей мне обошелся. Не знаю, хороший или нет. Тут с удалением пятен. Хорошо сейчас они идут. Вот свеженький. Сентябрь 22 года выпуска. Сколько здесь? 550 грамм. Вот. 68 рублей. Ну, попробуем. Если хороший, окажется, производитель, буду к нему присматриваться. Мне кажется, в ярче этого производителя очень много представлено всякого добра. Ну, и давайте дальше на закусочку фикс прайс. Как всегда, покупаю вот такие вот корнерсы. Цена 29,50. Но я обычно не показываю вам их. Потому что, ну, некоторые пишут, что это такая вреднятина. Знаете. Ну, это личное дело каждого, я считаю, есть их или не есть. Для меня иногда, вот как перекус, нравится иногда кушать их. Давайте дальше. Лопатку купила за 24,70. Мне нужна была такая маленькая. Потому что силиконовые лопаточки не такие бывают, знаете, тонкие, гнутся. А это такая маленькая, удобная, мне кажется, котлетки переворачивать прям с самой той или сырнички. Такая приятная цена 24,70. И лопаточка такая. Она, между прочим, достаточно упругая и небольшая. В общем-то, я даже думала две взять, может, сыну. Но решила пока попробовать сама, понравится или нет. Следующая покупка 79 рублей. Вкусная соль. Часто покупаю. У меня уже давно такой не было. Едированная с чесноком и зеленью. Из всех солей в баночках. Мне вот это самое вкусное, кажется. Еще бывает там с овощами, с травами. Но разные. Вот. Так, отъедем немножко, поле освободим. Следующая. Зубную пасту купила. Силка Мед за 49,50. Странная цена, но было написано, что акция. Видите, на пасте. Производитель Силка Мед мне очень нравился. Я часто покупаю от него пасты зубные. Хорошие. Ну, приятная такая цена. Сколько тут? 100 грамм. Тут даже какой-то конкурс проходит. Интересно. Понравилось по оформлению. Поэтому вот взяла. Следующая. Так, что у нас еще? Губку для обуви взяла. 27,50. Ну, это все знают. Ой. Упал. Извините. Черная губка. Так. И дальше. Ватные палочки. 79 рублей. Вот такой пакетик небольшой. Аквелла. Постоянно их беру тоже. Прикодятся в хозяйстве. Следующая мыла. 55 рублей. От пятен. Вот такой с энзимами. Производитель Гринфилд. Выводит пятна и отбеливает. Первый раз такое беру. Не знаю тоже. Пусть будет. И халва. Увидела свою любимую. Уже в упаковке. Твердой. Вот так она выглядит. На турецкую похоже. Тахинная халва с фисташками. Вот. Очень мне она понравилась. Была она в таком пакетике. А теперь она вот вышла в баночке. Очень мне теперь нравится. Покупаю. Ну и самое. Так. Где же у меня цена? Не могу найти. Ой. Соль для ванн. 79 рублей. Купила новинку. Фикс прайс. Вот такой с мандарином и мелисой. Соль морская с пеной для ванн. Фруктовая ассорти. Вот. Выглядит так. 550 грамм. Первая. И вторая. Такая же. Только лимон и зеленый чай. Вот такая красотка. Ну. Не знаю. Мне понравилось оформление. Тоже будет красиво. На этом мои покупочки закончились. Всем хорошего настроения. Держитесь. Берегите себя и близких. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.